Жилье для многодетной семьи Юлии Широкина, одна воспитывает семерых детей, а после пожара оказалась на съемной квартире. За помощью в решение квартирного вопроса обратилась к главе города. На встречу Юлия пришла вместе со свекровью. Прописана вся ее семья, у Юлии Сергеевны, в Октябрьском районе. В этом Октябрьском районе по улице Мусовского 17, квартира вторая. Я лично сама ездила посмотреть, что это за место такое. Место такое, что там раньше был частный дом. Но в 2003 году случился пожар. Я вам хочу сказать спасибо за то, что вы с губернатором всегда вместе. Это очень радует. Семье предоставят трехкомнатную квартиру из маневренного фонда, но перед этим жилье отремонтируют. А дальше вместе с областным правительством будет решаться вопрос о том, чтобы семья получила квартиру на постоянной основе. Определяйтесь по дате, когда будет возможно съездить, показать. Наверное, понедельник-вторник. Понедельник-вторник. И дайте предложение по срокам ремонта косметического. Параллельно оформляйте документы. И дайте предложение по стоимости трехкомнатной квартиры. Наверное, трехкомнатная нужна будет, если говорить о покупке. Кроме квартиры, семье помогут устроить старших сыновей на более высокооплачиваемую работу. По поводу жилищного вопроса для ветерана войны обратилась еще одна жительница Самары. Ей тоже помогут его решить. А вот Николай Иванович Грак обратился как общественник по вопросу благоустройства в промышленном районе. Уже не первые десяток лет он ведет войну против беспорядка на улицах. За это время папка с документами превратилась в чемодан. На моем повороте, где 99 берез, я сам лично вырастил, были под ноль снесены. Они за день, ночь ставят киоски. Шурму поставили, фотографии есть. Париж я лично вызывал. Пьем ножки. Шурму, бусрум, подтверждающий все документы, все снимки. Все есть. Это все до вас было. До вас. Все вы поубирали. Администрации района дано поручение провести проверку и на месте разобраться по всем фактам. А пожелание Николая Ивановича, чтобы его микрорайон Приволжский преобразился к чемпионату мира по футболу. И весь промышленный район тоже. Впрочем, сейчас начинается год масштабного благоустройства Самары. И вот такие общественники могут оказать неоценимую помощь. Олег Зверев, Максим Гусев. События.